Работа очень разнообразная. Мы занимаемся не только маркетингом, у нас и розница, и опт, и импорт. Мы занимаемся и снабжением всех тканей. Специфика настолько разносторонняя, что мы каждый день просто находимся в каких-то таких интересных путешествиях и событиях по миру нашего предприятия и по нашим поставщикам. Это очень интересно. Маркетинг в мире моды — это всегда нужно изучение новых тенденций, следить за всеми показами, искать интересные видео в Инстаграме, чтобы также следовать. Мы занимаемся, у нас есть Инстаграм, сайт, интернет-магазин на сайте, в котором можно приобретать наши вещи. Когда я только пришла, первый вопрос был, чем отличается жакет от пиджака? Ой, интересный вопрос. И я даже не могла подумать, что жакет — это чисто женская вещь. Оказывается, вот так вот получилось. Но, насколько я сейчас знаю, что пиджаки также могут называться и женскими, когда они более свободные и мужского кроя. Это такое первое было замечание и углубление. Такое понимание, что нужно все-таки изучать терминологию моды и, в принципе, конструкции и швейного дела. Тоже было много интересных событий, вот когда мы сидим на худсовете и говорят, ой, там нужно планочку изменить или а здесь вот шлицу удлинить. Я думаю, что это за слова, когда вот, в принципе, не крутился в этом мире, и приходишь сюда и узнаешь. И так изначально было немножко боязно спрашивать, но как без вопросов учиться чему-то новому? Особенно, когда это твоя работа, с которой ты постоянно непосредственно работаешь. Выбором ткани у нас занимается не только коммерческий отдел, так же и наши художники. Мы все к этому подходим коллективно, собираемся все вместе. И на данный момент выбираем ткани на коллекцию осени 2024 года. Выбор огромный. К нам приезжают поставщики со своими хэнкерами образцы тканей разных цветов. Например, пьедипюль в разных расцветках. Вот, мы выбираем подходящую в нашу капсулу. Далее оформляем заказ. То есть очень интересные оттеночки. Также мы работаем и с белорусскими производителями. Вот, например, их образцы. У нас есть, постоянно предоставляют. И мы забираем для себя подходящие оттенки для капсулы, либо же коллекции. По поводу фасонов, ну, это всегда интересно. Мы, если находим интересные вещички на просторах интернета, либо просто даже в транспорте метро, сфоткал, сбрасываешь в группу своим коллегам, смотрите, какая интересная вещица. Давайте-ка попробуем что-то похожее сделать. То есть это постоянное взаимодействие, поиск новых идей с дизайнерами, с конструкторами нашими, с моими коллегами, именно коммерческая служба. Постоянное движение и поиск новых идей. Я вообще обожаю, когда у нас происходят художественные советы. Художественный совет – это когда у нас отшиваются новые модели в коллекции, и мы собираемся всем нашим коллективом и обсуждаем. Принимаем модели, либо же дорабатываем их. Это вот самое долгожнатное такое для нас. Также очень нравится этап подбора тканей к моделям. Вот когда художники нарисуют свои эскизы, предоставят нам, мы занимаемся тканью. У нас здесь лежат ткани, обвешаны все вишала, кусочки, это вот постоянные нитки, иголки. Все вокруг валяется. Это самая такая вот творческая часть этой работы, мне очень нравится. Ну, сложности есть везде, но как бы мы с ними справляемся, с этим все в порядке. Больше скучности добавляет рутинная работа, но без нее никуда. Это договоры, акты, бумаги, ходишь, согласовываешь со всеми. Ну, такая вот специфика все равно есть. Но когда есть баланс, это все-таки самое оптимальное решение для всего. Складывается ощущение, что я причастна к такому большому концерну, как Центр моды. Я не побоюсь даже этого слова, потому что это действительно то место, в котором разрабатываются лучшие конструкторские модели всех жакетов, брюк, юбки, блузки. Хорошая посадка, это качество, это лучшие ткани и лучшие люди, которые здесь работают. Когда мы выезжаем на переговоры, я такой нечастый гость, но если такое случается, для переговоров ты, конечно, очень ответственна. Чувствуешь себя сразу до несколько уровней выше, что вау, вот это да. Ощущения на переговорах абсолютно разные, насколько с той стороны идет к тебе фидбэк. Очень по-разному могут наноситься рядовые сотрудники и директоры. Иногда ты боишься перед директором другой компании поговорить о чем-то. Оказывается, что он вообще отличный человек, очень доброжелательный, спокойно к тебе может отнестись и поговорить. А рядовые сотрудники иногда бывают очень такие сложные и непробиваемые. Ну, наверное, у каждого свой подход к своей работе. Кому-то удобнее на таких легких и доброжелательных нотах общаться, кому-то нужна только строгость и рамки в работе. Центр моды как организация сейчас занимается очень большими объемами. Даже за это время, которое я здесь работаю, я уже заметила рост. Если в начале, когда я пришла, производство оно было, то сейчас оно стало еще больше. То есть рост уже ощущается. И я понимаю, что это не предел. То есть у нас и наращиваются людские мощности, к нам приходят новые люди. А это значит, что увеличивается сама организация. И значит, о нас больше узнают, нас будут больше покупать. Для нас это будет хорошей такой точкой старта для увеличения вообще всего, чтобы быть известными на всю нашу Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова